Добрый вечер, дорогие товарищи! Напоминаю, что мы рассматриваем экономическую теорию марксизма. Также на ее основе разбираем наиболее горящие, злободневные, важные экономические проблемы в современной России. Ну а в России, как мы знаем, произошла реставрация капитализма. Сегодня у нас семинарское занятие, которое предполагает ваше активное участие. Докладываю обстановку. На 7 утра 25 октября проверено 63 контрольной работы. Общая характеристика следующая. Замечательно. То есть год от года я вижу как бы качественный рост. Потому что, во-первых, это выражается в ответах и в том, что подходит ответственность самостоятельно. Но между тем, безусловно, есть предметы для обсуждения. Значит, первый вопрос звучал так. Что такое производство, экономика и капиталистическое производство? Все без заключения дали правильный ответ. И это замечательно. Давайте мы вспомним. Что такое капиталистическое производство? Кто может сказать сходу? Товарное производство. Совершенно правильно. Не просто товарное производство. Товарное производство. Ну, короче. Представление предметов природы. Совершенно правильный шаг. Товарное производство на той ступени его развития, когда рабочая сила становится товаром. Вот и все. На прошлом занятии мы упор делали на понятие рабочей силы, как она функционирует в условиях капитализма, как создается прибавочная стоимость, которая присваивается капиталистам. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на первую часть этого понятия. Значит, капиталистическое производство – это товарное производство. Ну, а товары, напомню, это продукт труда, предназначенный для продажи, для обмена. Да, совершенно верно. То есть товарное производство по отношению к капитализму чем выступает? Ну, таким фундаментом, да? Тем основанием, из которого капитализм произрастает. У Владимира Ильича Ленина есть образное выражение. Что товарное производство ежечасно, ежеминутно рождает капитализм. То есть товарное производство и капиталистическое производство, вот они вот так связаны, неразрывны. Капитализм – лишь ступень развития этого товарного производства. А из этого следует второй вопрос, на который, ну, каждый год спотыкаются товарищи, и сейчас тоже. Он был сформулирован хитро. Назовите основной экономический закон капитализма. Отдаю должное, большая часть товарищей дали совершенно правильный ответ. Но, опять-таки, значительное количество слушателей назвали основным экономическим законом некий закон прибавочной стоимости. Это неправильно. Вот давайте разберемся, кто может сказать, кто из вас присутствующих дал правильный ответ, что основной экономический закон капитализма – это закон стоимости. Это важный вопрос. Он, во-первых, теоретический и кажется такой далекий-далекий от реальной жизни. А на самом деле ничего подобного. Это вот тот важнейший фундаментальный теоретический вопрос, когда на него неправильно ответили, прямо противоположно. Это привело к разрушению социализма. Кто из присутствующих в ответах написал, что основной экономический закон капитализма – закон стоимости. Это совершенно правильный ответ. Но это коротко. Вас ограничивают в системе дистанционного обучения. Так кто сегодня может раскрыть, попытаться раскрыть этот вопрос? Есть желающие? Давайте тогда остановимся на этом более подробно. Итак, предмет политической экономии – это производственные отношения. То есть вот мы говорим капитализм, капиталистическое производство. Оно себя представляет систему производственных отношений, то есть тех отношений, которые складываются между людьми в процессе производства. Ну а на бумаге, в мыслях, это выражается в системе категории экономических законов. Что такое экономическая категория? Это такое узловое понятие в системе развертывания этих отношений. Какие вы можете назвать такие узловые понятия, основные категории экономические? Вот капиталистическое производство. Ну самое первое элементарное, какая? Товар. Товар, конечно. Элементарная клеточка капитализма – товар. Элементарная клеточка – это такая вот маленькая клеточка, в которой в зародыши, так сказать, заключены все дальнейшие категории капитализма. Из нее развивается. Деньги. Есть такая категория? Есть. Капитал – одна из таких центральных, важных категорий. Прибавочная стоимость, совершенно правильно сказали. И эту цепочку можно продолжить. Получается, система производственных отношений. Кроме категории, есть еще экономические законы. Мы рассматривали вкратце этот вопрос в конце второго часа занятия. Был вопрос на слушателей онлайн. Что такое закон? Вы, кстати, диалектику, уже философию... Спокойное явление. Совершенно правильно. Понятие закона – это спокойное явление. Это по Гегелю. По Гегелю. С точки зрения диалектического материализма, это... То же самое. ...спойчивое, повторяющее, если я в Гегеле. Это уже те, которые не читали не Гегеля, а прикрывались понятием диалектического материализма, и все переврали. И это почему? Хорошие книги были написаны в свое время. Я считывал эти книги. А Макс тоже ведь... На этих книгах был разрушен социализм. Мы на этом рассматриваемся, рассматриваем этот вопрос. Значит так. Двать опираться на классические понятия. Значит, закон спокойно в явлении. Вернемся к стоимости. Где у нас появляется стоимость? То есть Маркс начинает исследование капиталистических производственных отношений. То есть вот огромная система отношений, которая была господствующей уже несколько столетий во всем мире. С элементарной клеточки товара. И при рассмотрении товара, он увидел два фактора. Две стороны. Первый фактор – это потребительная стоимость. Ну товар, продукт труда, предназначенный для обмена. Ну давайте на нее посмотрим. С одной стороны. Один ее фактор – полезность. Влага, которая делает ее потребительной стоимостью. То есть это вещь, которая имеет полезные свойства. Вот оставим в стороне его. И второй фактор товара. Какой? До стоимости надо докопаться. Мы не будем пропускать, а вы совершенно правильно ответили. Миновая или меновая стоимость. Что это такое? Пропорция. Это как бы обменивать, всеобщая обменивать товаров. Это определенная количественная пропорция, в которой один товар обменивается на другой товар. Вот возьмите любой товар. Вот здесь вот лежат. Ручка. Возьмем часы. И телефон. Ну это товары, правильно? Все это куплено в магазине было. Это вещи, во-первых, это вещи, которые полезные вещи. То есть имеют потребительную стоимость. Удовлетворяют теленные человеческие потребности. Они совершенно различны. Как потребительная стоимость, и как мы можем сравнить? Вот ручку, часы и телефон. Но в обмене между ними можно поставить знак равенства. Так? Между всеми этими тремя товарами поставить знак равенства. Потому что в определенных пропорциях можно телефон обменять на какое-то количество часов и на какое-то количество ручек. Один телефон-то, не знаю, на пяток часов и на сто или тысячу ручек. Неважно. Я хочу обратить ваше внимание на то, вот когда мы ставим знак равенства, это что означает? Что в этих совершенно различных потребительных стоимостьях есть что-то общее. То есть товары, точнее. Общее. Вот они как потребительные стоимости совершенно различны. Но у них есть общее. И это общее что? Совершенно правильный ответ. Это абстрактный труд, затраченный на производство этих товаров. И вот заменовой стоимостью Марс напал на след стоимости и как бы раскрывает ее. Стоимость – это абстрактный труд, воплощенный в товаре. У него есть еще такое образное выражение «сгусток абстрактного труда». Сгусток. Правильно? Кто-то производил же эти товары. Затратил труд абстрактный. Вот как сгусток этого абстрактного труда, они суть стоимости. Вот Маркс пришел к стоимости. Мы как бы пробежали. Вот эту логику вкратце. Стоимость. Дальше вопрос. А как измерить эту стоимость? Чем ее измерить? Ведь в общей товаропроизводителе, ну, мириады… С соболями, например. Вы бежите вперед. Вы бежите вперед. А мы не должны пропускать эти цепочки, логические звенья, иначе будет непонятно, как мы до этих соболей доберемся. И пока нам соболи не нужны, потому что мы должны добраться до закона стоимости. Тысячи, мириады товаропроизводителей. Каждый тратит какое-то количество труда. По-разному. Так ведь? Это зависит от условий труда, от его умения, от его производительности, массовых факторов. А стоимость – это что? Индивидуальный труд товаропроизводителей или нет? Некий какой-то усредненный труд. При средних условиях производства, при средней производительности труда, при средней умелости работников. То есть в этом противоречивом мире явлений, вот появляется нечто общее такое, спокойное, да? Вот появляется закон стоимости. Это первый, я хочу сейчас ваш упор сделать на том, что это первый экономический закон. То есть Маркс начинает с элементарной клеточки, капитализма, с товара, вот такой категории, узловой точки. И выходит на первый экономический закон. Первый. Закон стоимости. И дальше развертывает цепь экономических категорий и законов капитализма. И если, сейчас я закончу свою мысль, потом вопросы. И в товаре, как экономическая категория, как элементарной клеточке заключены все другие экономические категории, но в зарудыше. Ну как вот человек появляется? Откуда? Из клеточки. Клеточка – это не человек еще, но это зарудыше человека. И затем вот такие большие люди появляются. И то же самое закон стоимости. Закон стоимости – это первый закон. Соответственно, он основной. Основной в том плане, что все последующие экономические законы, они вырастают из закона стоимости. Заканчиваю. Значит, я должен сказать, что ряд товарищей очень правильно дали ответ. Есть такая поговорка – краткость сестра таланта. Наше руководство, видя про ректора Валерия Александровича, вас очень ограничивает, дает определенное количество знаков. Если есть плюсы, то есть минусы. Но плюс в том, что тот, кто пишет контрольный, должен подумать, чтобы выразить свою мысль и правильно, и коротко. Вот я с удовольствием вам сейчас прочитаю ответы двух товарищей. Сейчас, секундочку. Вот. Илья Львович Иовлев и Владимир Валентинович Рахманов. Коротко написали, но по сути. Основным экономическим законам капитализма является закон стоимости. Все последующие экономические законы капитализма вытекают из закона стоимости. Приводим сразу пример. Вот нередко говорят, и это последствия ревизии марксизма вообще, мы обсудим этот вопрос, что основной экономический закон капитализма якобы некий закон прибавочной стоимости. А я вам задам вопрос. А прибавочная стоимость, это что такое? И откуда она вытекает? Неоплощенная, вот рабочая. Ну, проще. Прибавочная стоимость, это что такое? Вот даже посмотрите здесь. Стоимость, стоимость необходимых еще короче. Вы на правильном пути. Еще короче. Рабочий в течение дня создает новую стоимость. Прибавочная стоимость, это что? Это часть стоимости. Вот и есть. Это уже дальше. Какая часть? Это часть стоимости. Мы сейчас пытаемся разобраться, какой закон, экономический закон, основной. То есть прибавочная стоимость, она вытекает из стоимости. Она производная от стоимости. И в этом плане закон стоимости является основным экономическим законом капитализма. Давайте, вопросы были, а потом мы немного уйдем в социализм. Это важнейший вопрос, надо будет. Можно вот проговорить, в чем заключается закон стоимости? Ну, то есть обычно говорят, что у нас есть там. Меновая стоимость, стоимость, это закон стоимости. Я, по-моему, ответил. Как-то повторяться мне не хочется еще. Ну, давайте совсем вкратце. Ну, то есть закон вот... Нет, меновая стоимость, это отдельная категория. Это самая поверхностная категория. Это все понятно. За меновую стоимость идет стоимость, как абстрактный труд. Значит, еще раз возвращаемся. Что такое закон, как философская категория? Это спокойное явление. Вот я вот так ответил сейчас, что такое закон стоимости. Что спокойное в явлении, это вот затраты труда, абстрактного труда товаропроизводителей. Вот они, индивидуально, они разнообразные. Кто-то больше тратит на производство одного товара, кто-то меньше. Но стоимость некая усредненная такое получается. То есть стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда. Общественно необходимые затраты труда это затраты труда при средних условиях производства, при среднем уровне производительности труда, при среднем умелости товаропроизводителей. А на практике стоимость определяется затратами труда тех товаропроизводителей большинства. Вот так и дело. Может быть, поясни свой вопрос, что обычно закон имеет форму если то. Нет. А вот если у нас давление постоянно понять человеку и обывателю. То есть с точки зрения математики и так далее вот сила равна произведению массы на ускорение или действие равно противодействию. Это мы говорим закон. А здесь закон спокойное явление. Я думаю это разные вещи, да. В математике все-таки там формальная логика или физики если то вот это применяется. Мы здесь говорим о диалектической логике и соответственно используем дилектические категории. То есть понятие закона спокойное явление. Возвращаемся. Если надо иметь в виду что закон это закон стоимости определение стоимости общественно необходимыми затратами труда. Она здесь как бы узаконена как единица. Ну можно так сказать но надо расшифровать. Вот что спокойное явление это вот такое кипучее постоянно меняющееся. Ну как вот образно говорит течет река вот на поверхности волны бруны обратное течение а внутри вот такое спокойное вот течение туда. стоимость это абстрактный труд воплощенный в товаре. Ну вот тысячи миллионов товаропроизводителей каждый тратит какие-то индивидуальные затраты труда. Ну что спокойное в этом устоявшейся стоимость как некие усредненные затраты труда. Вот оно. Дорогие товарищи давайте если есть какая-то мысль что добавить надо обнять руку выйти будет сюда. Давайте я закончу секундочку вот этот вопрос почему мы постоянно этот вопрос обсуждаем и он есть скажем так домашнем задании он очень важен для социализма ведь что произошло ведь социализм да как общественно экономическая формация она отрицает капитализм полностью противоположность соответственно социалистическое непосредственно общественное производство это форма производства как Маркс образно говорил диаметрально противоположное товаром диаметрально без отрицания И что произошло в ходе развития социализма, скажем, в СССР и в других странах? Ну, были, давайте так, чтобы построить социализм, ну, сначала совершить эволюцию социалистическую, построить социализм, развивать колоссальные были усилия затраты и жертвы положенные. Даже противостояли им агрессии фашистской, то же самое. Но потом там, видимо, решили, зачем посылать войска на СССР, стран социализма, давайте-ка мы изнутри попытаемся. Ну, понятное дело, что мы, так сказать, опираемся на то, что внутри социализма были объективные, скажем так, причины, и те, которые отрицали социализм, противодействовали, вот изнутри. И что произошло в теории? А в теории подменили. То есть я еще раз повторяю, социализм или социалистическое производство, это производство, диаметрально противоположное товарному и, соответственно, капиталистическому. А на уровне коммунистической партии Советского Союза, это уже хрущевские времена, что подсунули? Подсунули вроде бы такую безобидную теоретическую идейку, что основной экономический закон капитализма – закон прибавочной стоимости. Вот он плохой закон, видите, вот там вот, вот мы сами рисовали, капиталисты грабят рабочих и так далее и тому подобное. Это очень нехорошо, мы против этого. А вот закон стоимости, он хороший закон. Но если стоимость определяется общественным, необходимым затратами труда, что в этом плохого? Вы видите в этом что-то плохое? И я не вижу, это очень замечательно. Так давайте его использовать при социализме. Ну, сознательно, бессознательно – это неважно, это второй вопрос. То есть сначала на уровень в теории, тем в руководящие документы партии, подкинули идею, давайте шире использовать при социализме закон стоимости, то есть основной экономический закон капитализма. Это отдельный вопрос, но вот во всяком случае, по-моему, на 20-м съезде был такой Суслов, впоследствии член Политбюро отвечал за диалоги. Он с трибуны съезда подкинул эту идейку. Что-то плохо наши экономисты используют закон стоимости в нашей экономике. Ну и что произойдет? Ну, конечно. Чуть здесь, как даже 2-4. Мы неизбежно придем к капитализму, что и случилось у нас. А как должно было быть при социализме? А при социализме, это у нас отдельный вопрос, пожалуйста, в общей теоретической постановке вопроса. Вот есть капитализм со своими экономическими законами, категория, как общественно-экономический, как способ производства. А вот социализм. Социализму присущи непосредственно общественное производство со своей системой экономических законов и категории. И основным экономическим законом социализма является закон потребительной стоимости. И цель, у капитализма цель какая? Получение прибыли. Конечно, получение прибыли. А цель социалистического производства совсем другая. Нет, это частично. Удовлетворение максимально потребностей трудящихся. Нет, нет, это вот... Вот скажите, пожалуйста, совершенно правильно, сформулировали. Обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Здесь два компонента. Не только обеспечить полное благосостояние. Свободное всестороннее развитие. То есть здесь два. И, как говорится, ну и совсем грубо живот набить, да, и получить свободное время для творческого развития. Вот эта вторая часть, она выпала, выпадала. Вот особенно в Хрущевской ремне, ее выкинули как-то вот на задворки, закинули. А чтобы свободное всестороннее развитие, что нужно делать-то? Сокращать рабочее время и увеличивать свободное время. Вот Рабочая партия России, вы, наверное, в газетах здесь обратили внимание, у них такой лозунг «За шестичасовой рабочий день при сохранении заработной платы». Но почему шестичасовой? Если туда подальше взглянуть, на перспективу. Почему только шесть часов? Давайте пять часов, потом четыре часа, потом три. Ну, если помечтать, вот взять программу РКПБ большевиков, принятую, ну, сто с лишним лет назад, когда Ленин ее писал. Там была формулировка. Какая? Вот эта вот цель социалистической производства – сокращение рабочего дня. Причем, давайте помечтаем. Пройдет какое-то время, будет социализм, будет развиваться производительность труда, сокращаться рабочее время. И вот вы, кто-то из вас. Вот вы два часа постояли за станком. Вы изволили какие-то нужные для общества продукты. Не важно. Затем пошли два часа, поуправляли государством. Вот в Смольный съездили туда. У вас там ответственную часть управляли. А затем взяли Мольберт, пошли на берег реки и стали писать картины. Кто вы? Нет. Это слишком абстрактно. Ну, кто вы? Если вы четыре часа отдаете времени писанию картин. Вы художник, который часть своего времени отдает производительному труду в интересах общества и управлению государством. Ну, мы уклонились, конечно, сейчас в сторону. Так, возвращаемся. Вот насколько я делаю вывод, насколько важен теоретический вопрос. Казалось бы, уж настолько он глубокий теоретически, и подумаешь, что здесь страшного. А страшное то, что в огромной стране СССР, вообще в социалистическом лагере, которые были связаны, произошли контрреволюции, произошел возврат к капитализму. И одним из факторов экономических, ну, в теории, то, что вот подсунули основной экономический закон капитализма под видом такого закона, который безобедный, который нужно развивать. Я пока не касаюсь политической стороны, когда вместо диктатуры пролетариата подсунули диктатуру буржуазии, протащили. Это уже отдельный вопрос, вы будете рассматривать на других занятиях. Так, мы должны идти дальше. Так, сейчас посмотрим. Был вопрос, что такое постоянный переменный капитал. И мнения как бы разделились. Кто из присутствующих скажет, что такое постоянный, а что такое переменный капитал? Постоянный это неизменный капитал, а переменный, он меняет свою стоимость процесса в процессе производства. Он производит как необходимую стоимость, так и прибавочную стоимость. Этим оно значается. Постоянный капитал... Здесь такая игра теплее, горячее, да? Вот очень хорошо. Вторую часть определения, и постоянного переменного капиталя дали правильно, совершенно правильно. А первую часть? Почему он постоянный? Почему он... Постоянный капитал. Капитал. Куда вкладывается? Постоянный капитал, это та часть капитала, которая вкладывается в средства производства. А средства производства – это что такое? Это орудие, предметы труда. И в процессе производства она не меняет величины своей стоимости. Это совершенно правильный ответ. А переменный капитал? Это часть капитала, которая тратится на покупку рабочей силы. И в процессе производства, вот особенность рабочей силы мы рассматривали в прошлом занятии, создавать стоимость больше, чем она сама стоит. То есть он меняет свою величину, совершенно верно. Создают эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость, которая на основании экономических законов, которые облачены юридически, то есть совершенно справедливо, без обмана присваивается капиталистам. Вот некоторые говорят, что это строй несправедливый. Здесь обманывает капиталиста рабочего. Мы не берем. Даже в том случае, когда выплачивается зарплата на уровне стоимости рабочей силы, все равно капиталист тоже не обманывает ничего. Все, он присваивает прибавочную стоимость. Так, нам надо идти вперед. Значит, мы на прошлом занятии рассмотрели процесс производства прибавочной стоимости вот как бы позиции рабочего класса, как бы истинной позиции. Но кроме рабочего класса, какой еще класс есть, противостоящий ему? Класс буржуазии или класс капиталистов, владельцы средств производства. Ну, полагается, наверное, посмотреть на процесс капиталистического производства глазами противоположного класса. Ну, для приличия, надо же. Как у нас говорят, надо эту точку зрения посмотреть, и вот эту. Это мнение есть, и это. Поэтому давайте посмотрим на этот процесс. У нас замечательная доска. По этой схеме есть вопросы? Ну, у нас есть вопросы. Значит, давайте посмотрим на процесс туристического производства глазами капиталистов. Никто из вас не был в шкуре капиталистов. Ну, можно попробовать. Вот у вас есть большая сумма денег, которую вы хотите сделать капиталом. Капитал, понятие капитала какое? Самая возрастающая стоимость. То есть капитал – это деньги, приносящие деньги. Можно поверхностно взять, определение. То есть, направить, можно деньги потратить, они пропадут. Можно их пустить в дело капиталистически организованное. Они что должны принести? Прибыль. Прибыль. Совершенно верно. И вот капиталист. Он покупает… То есть, он деньги использует как капитал. Ну, обозначается латинской буквой «К» – капитал. Они покупают средства производства и рабочие силы. «С» – это постоянный капитал. «В» – перемены. Мы рассматриваем это. И в итоге функционирование капитала он получает прибыль, доход. Прибыль обозначается латинской буковкой «П». И вот важный момент. Еще раз давайте перевоплотимся. Вы – капиталист. Вы потратили капитал. Получили прирост, доход, прибыль. Или убыль. Это прибыль. Это другой вопрос. Будем брать в теоретический вопрос, в теоретическом плане, что капиталисты получают прибыль. Если он получил убыток, это не самый возрастающий капитал, он уходит со сцены. Он банкротится, и это уже не капиталист. Вот он получил прибыль. В его голове, в его сознании прибыль выступает как порождение чьего. Только ли переменный капитал рабочий создает убивающуюся стоимость или нет. Вот оно видно. Он что бросил в дело? Капитал, на котором купил и средства производства, и рабочую силу. И в итоге функционирование всего капитала он получает прибыль. То есть для него прибыль в его голове – это порождение всего капитала, действие всего капитала, а не только рабочей силы. Вот как видите, все происходит. Ног на голову стоится. Ну, есть такое понятие – цена производства. То есть он несет издержки производства. Вот С плюс В называется издержки производства. Он поиздержался. Итогом функционирования всего капитала издержки производства является прибыль. Вот цена производства. Он получил товар, который по всем экономическим канонам принадлежит ему. Стоимость товара, цена производства. Она складывается из затрат постоянного капитала, переменного и прибыли. Вот первый важный момент. Отсюда уже пошли производные второстепенные. А какова все-таки источница этой прибыли? Если вы почитаете так называемых буржуазных апологетов, апологеты – это кто? Защитники. Защитники, да. Буржуазные апологеты, защитники и буржуазного строя. Чего вы там только не найдете. Риск, который принимает. Совершенно верно. Это одна из основных проблем. Что прибыль, источник прибыли – это риск, который несет капиталист. Ну, это же понятно. Вот мне это совершенно понятно. Вот рабочий стоит за станком. Как он несет риск? Он как сыр в масле катается. Знаете, нажимает на кнопочки – и все. Никакого риска. Ну, там может минимальный риск. А у этого миллиарда же. Рубли вложены в дело. Какой риск? Вот он получает риск. Мы не будем на этом останавливаться. Это будет отдельный разговор. Можете почитать, брать любые учебники. И там все это получится. Но мы пойдем дальше. Потому что все же возникает вопрос. Вот мы и живем при капитализме. Так? Как ни крути. Заворотами капитализма. Капитализм – тоже форма развития производительных сил. Форма развития общества. Более передавая по отношению к феодализму и рабовладению. Значит, что значит нормальное функционирование капитализма? Ну, когда капиталист – это же не просто один акт. Вот он организовал производство, выпустили рабочему товар, он их продал, положил в карман прибыль и ушел. Вы считаете, что он постоянно, так сказать, процесс идет. Так вот? И капитал – самовозрастающая стоимость, он должен пухнуть, пухнуть, пухнуть. Вопрос такой. Есть пределы у самовозрастания капитала? Конечно, совершенно верно. Вы правильно сказали. Никаких пределов у самовозрастания капитала нет. Ну, если капиталист получил, не знаю, миллион рублей, завтра сто миллионов, послезавтра миллиард и так далее. Есть пределы? Нет. Наоборот, он так пухнет, 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 пухнет. В этом его суть. Если капитал – самовозрастающая стоимость, то капиталист – это всего лишь персонифицированный капитал. И в голове у него что? Вот это отражение. Вот это экономическое, внутренно сущности капитала. Самовозрастание. Поэтому это экономическое суть, что, проявляя свое в голове, преломляется. Вот желание получать все больше и больше денег. Итак. Ну, что он должен сделать? Мы берем нормального капиталиста. Есть два вида капиталистов. Я в шутку и всерьез. Есть нормальные капиталисты. Те, которые отвечают понятию капиталиста. Да, как персонифицированный капитал. Капитал – это самовозрастающая стоимость. И ненормальные, которые вот так вот что-то хапнут и исчезнут. Вот нормальный капиталист. Значит, он понес издержки производства. Получил прибыль. Ну, следующий акт. Тоже нужно же возместить понесенные издержки производства, чтобы производство не остановилось. То есть нужно что ему? Снова. Снова возместить потребленные средства производства. Это раз. Потратиться снова на рабочую силу. Чтобы процесс производства не останавливался, а продолжался. Чтобы получить вот эту прибыль. И дальше. Мы пока вот такая развилочка. Если он эту прибыль будет потреблять полностью. Мы что будем иметь? Простое воспроизводство. Простое от. Потому что оно постоянно повторяется в неизменных масштабах. Но капиталист же – самовозрастающая стоимость. Он должен расширяться. А как он должен расширяться? Он должен что? Часть прибыли отправлять. Часть, понятное дело, потратить на себя. Отчасть на накопление капитала. На дополнительное С. Обозначим С1. И В1. То есть у него уже будет средства производства С1 и В1. Вот будет все расти, расти. И они дадут ему еще большую прибыль. Так будет пройти эти процессы. Ну вот интересно. После теории. Давайте мы к цифрам некоторым перейдем. Вот как идет процесс возобновления средств производства потребленных? Вот капиталист создал такой интересный, назовем его механизм. Он называется амортизация. Слышали такой термин? Да. Что такое амортизация? Это процесс переноса стоимости потребленных средств производства на готовый продукт. Ну вот капиталист купил станок. Стоит он миллион рублей. Срок службы его 10 лет. Что он должен делать? Нормальный капиталист. Чить сам по себе. Не, ну чить сам по себе. Будем считать, что это текущие расходы, они идут из других источников. Вот этот станок служит 10 лет. Стоимость миллиона рублей. Через 10 лет этот станок придет негодность. Заменить. Заменить. Каким образом? Вот механизм это и амортизация. Но если он стоит условно миллион рублей на 10 лет, значит каждый год он должен что? 100 тысяч. Совершенно верно. 100 тысяч откладывать в отдельный особый фонд. Он называется амортизационный фонд. То есть делать амортизационное отчисление. И таким образом через 10 лет стоим у него как будет? Другой миллион. Миллион рублей, которые нужно купить. Мы пока уберем в сторону те факторы, которые влияют. Типа инфляция, повышение производительности труда, моральный износ. Физический моральный износ. Моральный износ первого рода бывает, и второго. Это отдельный разговор. То есть вот такой процесс амортизации. Накопил, станок вышел из строя и купил новый. О расширении производства. Значит часть прибыли он должен направлять на расширение производства. Какую? Ну вот определяется массой факторов условий, которые находятся. Конкретные данные капиталисты, страна и прочее, прочее, прочее. Ну вот скажем Россия. 30 лет уже у нас на дворе капитализма. Ставший капитализм. Мы находимся, не мы, Россия. Находится в числе отстающих, догоняющих стран. Так называемых, развитых стран. И что надо? Достаточно приличную, наверное. Как минимум половину прибыли надо отправлять. На развитие. Чтобы догонять. Не отставать. Я веду статистику с 2007 года. Что у меня получается? С 2007 по 2021 год. За 14 лет. Ну это приличный срок. Значит амортизационных отчислений. Капиталисты сделали у нас. На 73 триллиона рублей. Это в России? Да. Конечно, только у нас. Амортизатор. Я буду сокращать. А, это амортизация. 73 триллиона рублей. Дело повторяется с 2007 по 2021 год. Это коммерчески имеется. Статистика у нас тоже хитрая. Она очень аккуратно будет. Прибыли получили, обозначая буквы в КП большую. За это же время 161 триллиона. Триллион рублей. Колоссальный сон. Ну и делаем тоже предположение, что у капиталистов большие расходы личные. Большие. Я вот и сама себе не веду. Конечно, нужно. Я этот вопрос не обсуждал. Но и в то же время нужно развиваться. Есть понятие нормы накопления. Оставляем в стороне. Я говорю по факту. Поскольку Россия, в буржуазной России, находится в следах гоняющих, нужно как минимум 50% от прибыли направлять на расширение производства. 50% это сколько получается? Приблизительно 80. Приблизительно 80. 80 триллионов. Вот амортизация и прибыль называются собственные средства капиталистов. Это собственные его средства. Прибыль заработана. Ровная прибыль на его предприятиях. Амортизация тоже на его предприятиях. Сколько совокупенностей получается? 73 и 80. 150 триллионов. Да. Я назову собственные средства. Собственные средства. Нам нужно 153 триллиона рублей. Триллиона рублей. За 14 лет. По идее, вот эти средства. Нормальные капиталисты. Нормальные капиталисты это тот капиталист, который соответствует понятию капиталиста. Персонифицированный капитал, повторю. А капитал саму зарастающую стоимость. То есть они должны были отправить. И тогда будут российские капиталисты. Валсы, пух, 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 пух и так далее. Что дает нам наша статистика? За этот период собственные средства. Так, сейчас секундочку. Собственные средства. Направлены на развитие производства. Это называется на инвестиции было. Всего 78 триллионов рублей. Напишу буковка И. 78 триллионов. Будем доверять, у нас другой информации нет. Значит так. Вот у них вот столько денег накопилось. Должно лежать все. То есть 5 триллионов. Просто ждать своего часа. Брошенное дело. Они направили. 78. Разница какая получается? 75 триллионов рублей. Вопрос на ответ. Где эти деньги? Как в известной песне, где деньги везем? Их нет. Они просто на 5 триллионов амортизационных средств добавили в качестве инвестиций. А денежки не вкладывают в Россию. На правильный пути. Деньги вот и так. Значит цифры вывода прибыли по разным случаям по разным. От 1 триллиона долларов до 2 триллиона. Все наши экономисты. Такого глава считают. Многие другие. Но сопоставимы. Правильно? Для сравнения. Государственный бюджет на 2023 год по доходам 26 триллионов рублей. По расходам 29. То есть только вот по этим данным, значит 3 годовых бюджета такой страны, как Россия, вот они сюда ушли. Вот такая ситуация. У нас к вас вопрос был, да? Да. Ну, насколько я помню, я не помню, к сожалению, сейчас число, но насколько я помню, снова вот эти деньги уходят лошуры на Кипр, а дальше на свет правило теряется. Мне кажется, что не все-таки лекция-то вкладывается. То есть они по что-то все-таки инвестируют. Просто в других странах, ну, то есть, вроде бы, все равно капиталисты, правильные. Просто не Россия, вкладывается. Есть понятие вывода капитала, есть понятие вывода прибыли. Вот если бы российские капиталисты покупали, либо на эти деньги строили заводы, в том же Кипре, это был бы вывод капитала. Вот пример, строили мистерами во Франции строили. Очень хорошо. Это другой пример. Это тоже так же, как я буду, как говорится, свою баню строить на участке соседа. Он мне, наверное, даже один раз даст мне помыться, потом скажет, убирай баню, либо она меняется. Вот цифры вывода прибыли можно найти. Наши статистики, статистики Центрального банка. Но вот пример, что там российские капиталисты покупают заводы или строят, у меня точно нет. Такие денежки покупают, я знаю, недвижимость, покупают футбольные клубы, баскетбольные клубы, вот такое. Но это же не то. Ну, это... Ну, там просто свои капиталисты, и зачем им делиться, как говорится, давать мифы, да? Я так, зачем фану? А можно, пожалуйста, в общем, такой образом. Давайте. Вот, смотрите, 161 триллион – это прибыль, да? Да. 73 – это амортизация. Да. Ну, условно возьмем, чтобы страна Россия буржуазная развивалась и догоняла другие страны, норма накопления должна быть выше, как минимум 20%. То есть половину прибыли надо направлять на инвестиции, то есть на расширение производства. Условно так взяли. Это цифры, выведенные экономистами известными, здесь все вроде бы ясно. Поэтому я взял такой условный пример, что вот половину прибыли надо отправлять на расширение производства. А амортизация идет только на восстановление потребленного. Если не восстановишь... Они отправили, получается, как раз, почти половину, да. Нет, они отправили половину, да. 78. Половину. А надо восемь. Лопрос, где долгая половина? Ну, почему мы складываем восемь. Семьстрение шуя чисто. Виктор Иванович. Ну, я с 73... Ну, раз 72 триллиона, сейчас я обещаю. Надо восемь отправить. А я отправлю 70 на восемь. Ну, 22 триллиона, я откладываю. Ну, так на чем дело? И вот она сложена в 73 триллиона. Ну, то есть, по факту они не откладывали? Почему? Такие средства, они заложены, предусмотрены первоначально. И они в конечном итоге ушли в инвестиции. То есть, вот в те 78, они ушли в те 73. И еще с прибыли я туда 5 триллионов дел. Получается, то есть, 14 лет назад я как работал на этом станке, с числовым программным управлением. Я и сейчас на этом станке. У меня станок-то не модернизировался, ничего. И вполне такого хватает. Товарищи, ответьте на меня на вопрос пожелательно. Сейчас. Вашу, вашу. Или перерыв сделаю. Я, поясню. Здесь, может быть, запутан еще раз. Это амортизация. Это то, что капиталист закладывает цену производства и получает по факту. Что это происходит? Как амортизация? Сидит бухгалтер. То есть, он не входит в прибыль. Это сверху вот не имеет. Нет, это к прибыли отношения не имеет никакого. Амортизация. Как это происходит? Правильно. Вот капиталист. Сидит бухгалтер по основным средствам. У него есть список основных средств. Основные средства это станки, автомобили, оборудование. Здание. Все, что там свыше красиво. Реально. И что служит много лет. С другой стороны, есть норма амортизации. И нормативные сроки службы. И он считает. Вот пускай, самый простой пример. Вот станок, который куплен за миллион рублей, который служит 10 лет. Значит, 100 тысяч надо. Он делает это ежемесячно, пускай это погодит. Он должен 100 тысяч заложить в издержки производства. Он пишет. 100 тысяч рублей. То есть, цену. В издержки производства. То есть, конечно, цену продукта. То есть, вот эти деньги уже заложены были. В издержки производства. Соответственно, цену продукта. Товары проданы. Если предметы потребления мы с вами купили. Капиталист эти деньги уже получил. Вот эти 73 миллиона, триллиона он уже получил по факту. На что они предназначены? На то, чтобы восстановить потребленные в процессе производства средства производства. Я забегаю вперед, потом уже, как говорится. Я рекомендую смотреть статистику Федеральной службы государственной статистики, Росстата, Центрального банка. Ну, Росстата, там достаточно. Есть показатели, например, степень изношенности фонда. Прости? Не полностью изношенных. Ну, значит, сейчас 40 с лишним процентов. Полностью изношенных. То есть, это о чем говорит? О производственных фондах. То есть, они должны выкинуть с производства, новые должны стать. Нет. Кто-то из высоких деятелей приезжал на наши заводы, входящие в войска, в объединенную судостроительную компанию. Здесь вот мелкейские вещи. И обнаружились там станки, которые были получены после Великой Отечественной войны, в ходе репараций. Они еще работают. Значит, эти деньги все до копеечки получены. К этому уже также город Северодвинск, там все машут, где эти изготавливают подводные лодки. Тоже также. Там станки ГДРовские. Еще лет пять назад приезжали немцы и смотрели. То есть, они работают на ГДРовских станках. ГДР уже сколько лет нет. Ну, это походно. Таких примеров можно массово внести. Я хочу сказать за то, что эти деньги получены. И они должны лежать на отдельных счетах. Ну, может, на общем счете, он как-то лишь должен понимать, что эти деньги предназначены на то, чтобы восстановить потребленные средства производства. Иначе производство просто... Ну, если у него в голове, как говорится, сорвать к уши и убежать, это другое вопрос. Но мы говорим же о нормальном капитализме. Может быть, это хорошая структура. Это первое. Второе. Прибыль. Я брал официальные данные статистики. Сколько прибыли получено? Это каждый год можете тоже посмотреть. Вот 2007-го суммировали. Отсюда, по идее, нужно отнять 20% налог на прибыль. Ну, что такое налог на прибыль? Куда это идут эти 20%? Они идут в государственный бюджет. Что такое государственный бюджет? Это общий кошелек капиталистов. Но если это частный, то, в общем, по факту эти деньги, ну, если они прошли по статистике, они получены. Мы берем... Мне кажется, я так слишком к ним хорошо отношусь, к подобному. Я считаю, что 80 миллионов они должны потратить на покупку, как вы сказали. Так они потратили 70-80 миллионов. Но 80, вот кровоизносу надо дать на развитие производства. 73-80, получается, вот столько. Они должны были потратить. А по факту потратили вот столько. Как вы берете с амортизацией? Ну, естественно. Амортизация предназначена на восстановление... А какие статисты, это из прибыли идут? А вот эти статисты, вот они из прибыли. На расширение. У нас уже получили. Вот эти нужно только, чтобы сохранить производство. Чтобы оно не рухнуло. А эти на расширение. И в совокупности это называется статистика. Собственные средства. Собственные средства. Вот. И собственный средств вот столько. А потрачено только столько. Остальные? По стране он думает, куда еще потратить. То есть 80 миллионов просто... По идее, значит, смотрите, это резонный вопрос. По идее, эти деньги, если капиталисты у нас честные, они должны лежать на счетах. Так вот? У капиталистов в банках. И ждать свой час. Ну, потому что они такие, говорят, давайте вот мы хорошенько подумаем, просчитаем, куда нам направят. Так? Если вы зайдете на сайт другой организации, центрального банка, и посмотрите остатки на счетах юридических лиц всех, не только коммерческих, но и бюджетных организаций, а там не только же средства амортизации, там меньшая часть, там должны быть оборотные средства, средства заработной платы, всего 45 трюнеров на всю. Поэтому гарантированно, говорю, что эти деньги уже... Нет. Генег перерыв. То есть у нас вот ушла часть... Или можно продолжать? И сколько же можно было еще сверху? Да. Поэтому, когда наши известные экономисты, ну, скажем так, буржуазную толку, но честно, назовем их так, называют цифры, сколько туда утекло, от одного триллиона долларов до двух триллионов, ну, соответственно, и с них. И это только часть, а ведь еще и другая. А, в этом плане слышал такое рассуждение, какие-то ребята, тракторостроители, чуть ли не работающие, работающие когда-то на кировском заводе, они объединились в какую-то компашку и слились в Канаду. И там стали делать трактора. И они говорят, что, смотрите, вот мы общаемся с коллегами постоянно, вот у нас наша компания, она, вот мы сколько-то тракторов сделали, мы получили 7 миллионов долларов прибыли за год. Если бы мы так же работали бы в России, мы получили бы где-то 15 миллионов долларов убытка. То есть, говорят о том, что в наших условиях, то есть, вся система, она построена таким образом, что, в принципе, работать честно вообще невозможно, а как-либо работать, то же самое по плане. Это было интервью, по-моему, не Сергей Бабкина, одного из руководителей, Россельмаш. Мы разберем после обеда. Это связано прежде всего с политикой. Да, то есть, в принципе, а зачем здесь работать, если я разойдусь? Я здесь сперю что-то и пойду там, где хотя бы, ну, есть воздух какой-то, где как-то. Это капиталист, который отвечает своему понятию капиталиста. Да. Он если не здесь, то там называет. Смотрите, вот я получил какие-то деньги, у меня есть много, много предприятий каких-то. Мне для этого на рабочих, на всех остальных. я посмотрю, я могу мне, инсайт говорит, что мне дадут какой-то контракт. У меня есть наличные деньги. И там я смогу, не знаю, на туалетной бумаге на прокладках для СВО заработать деньги. Я просто все деньги снимаю и перекладываю туда. Мне абсолютно идти. Вот фиолетово же получит, там разорится, завод обанкротится. Есть контролирующие должника лица или лица контролирующего должника. Я могу не быть номинальным руководителем каких-то предприятий. Я посленно через офшоры ими руковожу. Я смотрю, у меня здесь получилась прибыль. Я смотрю, что появилась более выгодная тема. Я просто все деньги перевожу туда. Мне же, как капиталисту, важно получить максимальную прибыль. Мне нужна максимальная прибыль при минимальных издержках. Он занимался одним делом, получил вот эти деньги. И увидел другое прибыльное дело. Так он отправит туда. Так не отправляет. Об этом ведь. Делаем первый. Я работал на пустыряде, и там, представляете, один акционер. За год получал прибыль, как все рабочие зарплаты. И это прям соответствует... Вот-вот развернем. Это просто арифметика. Даже не знаю. Какая скупала, получается, знаете, то есть... Ну, берем среднюю зарплату по городу Санкт-Петербурга. Петростат отчитался 90 тысяч рублей. 90 тысяч рублей. Так? Умножаем на 7. Умножаем на 7. Сколько получается? Эта норма прибавочность... Сколько приносит один рабочий? 630 тысяч. 630 тысяч. Примножаем на количество работников. Совершенно верно. Если у него тысяч работников, сколько получится капиталист? Я таких сохранил. 630 тысяч. Почему? Миллионов? А, миллионов, да. Миллионов. Это тысяча. Если 100 работников, сейчас 3 миллиона. В вашем премьере сколько он получал? Ну, как все рабочие, 100. А не 20. Надо брать нормальный предприятие. Значит, рассказывают смешной случай. Значит, он еще не нормальный, да? Нет. Нет, он не дорога капиталистов. Есть мелкие предприятия, где капиталисты сами работают. Рассказывают смешной случай. У меня супруга работает на малом предприятии. Они делают рабочие специальности, покраска, склея и так далее. Ну, я как такой говорю, давай вот газетки наши отнеси, рабочим раздай, надо про союз создавать, составить проект коллективного договора, выйти на коллективные действия с вашим капиталистом и добиться повышения зарплат, потому что зарплату мизинную, я даже называть не буду. капиталисты. У нас не а как же быть-то? У нас капиталист за станком стоит. У нас один рабочий, он и две капиталисты. Ну, да, такие ситуации пограничные, когда на маленьких предприятиях, на каких-то этапах развития сами капиталисты за станком постоят. помните, как у Маяковского, да? Капитализм, в молодые годы было ничего. Деловой парнишка. Амортизацию станков люди, они же тоже специалисты, они тоже надо как-то амортизировать. Они там болеют и умирают только на самом деле как-то. Через какую-то железу это амортизация? Нет, это не будет в цепь. Амортизация? Амортизация? Вот смотрите, капитал действует на две части. С это постоянный капитал. Это та часть капитала, которая тратится на приобретение средств производства. То есть это станки, машины, оборудование, все такое вот. Здание, земля и так далее. Здание, земля и прочее, прочее, прочее. А вы это заработная плата. Амортизация относится к экономическим явлению исключительно к цепи. сам рабочий, он вот в этом есть, он должен себе посмотреть, создать цель для себя. То есть я когда-то заболею, у меня должны какие-то денежки оставаться, и я должен это прожить, либо меня уволят с предприятия. Ну хорошо, вот стоит рабочий за станком. Поставил заготовку. Станок это средство производства. Заготовка это селье тоже средство производства. Предмет труда. Поставил, отрегулировал, нажал на кнопку, электричество приведено, маска, и прочее, прочее, прочее. Изготовил деталь. Входит в свои работы, были потреблены средства производства. Станок изнашивался? Изнашивался. Какое-то оборудование изнашилось? Изнашивался. Вот амортизация относится к износу средств производства. Есть какие-то сроки службы этого станка. И при стечении сроков его службы надо восстановить. Вот амортизация это такой механизм, который позволяет капиталисту в течение цикла жизни станка насобирать, аккумулировать денежки, которые позволяют ему снова восстановить потребленные средства производства. Для рабочего только заработная плата. получается, просто смотрите, заработная плата рабочего, он понимает, он ведет капиталист на самом деле отношение к самому себе. Например, ему для воспроизводства в самом у себя например, нужно 150 тысяч. А он получает 20 тысяч. Он на амортизацию самому себя нужно 150. Ну, просто питание, белки, жиры, квартиры, выставление, работоспособность и развитие. Да, на амортизацию ему надо на самого себя 50 тысяч. А он получает 20. Значит, что происходит с ним? Ну, он изнашивается быстрее. И умирает. Боет и получает премия. На его место приходит другой, который стоит за воротами. То есть, у нас снижается население именно за это? Из-за того, что не хватает в том числе это одна из основных причин. Кстати, вы хороший вопрос задали. Значит, я нашел интересный документ, называется «В 20-м году был опубликован и подписан указ президента о национальных целях развития страны до 2030-го года. На основании этого указа наше правительство разработало единый план реализации вот этих целей до 2030-го года. Я нашел в интернете, пожалуйста, скачал многостраничный. Стал смотреть. Там много текстов, много приложений, много цифр. Ну, как экономика без цифр никак? И первая же цифра меня поразила. Повторяю, единый план реализации стратегических целей страны. Цель развития. Так вот, первая цифра это прирост населения. Там по годам разбитых до 24-го года включительно и затем до 2030-го проник. Стоит минус. То есть вот так вот нас спланировали умирание страны. Минус стоит. Большой цифр? Ну, порядка, по-моему, в 2023-м году 250 тысяч минус. Ну, у нас в Дальнем Вашстоке заселятся китайцы, говорят. Какой же этот план? Ну, что в головах людей, которые говорят на словах о развитии страны? развитие это что такое? А планируют умирание людей на первой странице. Но это попутно. Правильно ли я понимаю вот эти числа то есть вот 161 это вот то, что в принципе коллективный капиталист выручил за 14 лет? Да, совершенно верно. Значит, собственные средства 153 вот это то, что он должен как бы потратить на развитие плюс амортизацию? Да, исходя из предположения то есть прибыль он должен на расширение присутствия направить половину. То есть как бы вот личный доход коллективного капиталиста это как раз разница между пей и собственными средствами? Ну, можно назвать да, наличные потребления вот так вот. Тогда получается, что наличные цели у коллективного капиталиста за 14 лет 8 триллионов рублей. 80. Нет, а он желтного. 80. ну, 161 всего прибыль, 80 как бы на развитие надо бы направить, а 80 надо бы еще 73 надо бы на еще раз. есть простое воспроизводство, есть расширение. Простое это повторение производства в неизменном масштабе. амортизации. Так вот, амортизация это такой механизм, который дает только восстановление того, что потребили, без расширения, чтобы оно не умирало. морта, что такое? сегодня русский. не умирает. амортизация не умирает. чтобы производство не умирало, если вы будете все направить на восстановление потребленных средств производства, вот оно как было, так останется, без развития. на развитие нам направлять, вот часть прибыли. можно всю, можно меньше, можно больше. И другой вопрос. Поэтому это только на восстановление потребленного. То есть в ПЭТ как бы уже амортизация не входит? Нет. все ходит. Нет, но он должен не хватает с ПЭТ на амортизацию или нет? Нет, амортизация это само по себе. А прибыль это смятая. Амортизация входит в? У нас же суммарно амортизация входит в? Амортизация в выручку. Все в выручку входит. У нас капиталист суммарно получил 234 миллиарда триллиона, из которых он потратил 73 на амортизацию и 161 это чистые прибыли, из которых он 80 должен на развитие потратить. Исходя из наших предположений, да. А получается всего лишь 2 триллиона не гоню вести? Нет, это просто. Он 5 даже сверх то есть инвестиции он вложил всего лишь 5 триллионов и стаж 61 прибыли. Нет, если он должен был 80, он вложил 78, но он не вложил 2. Почему? на самом деле конечно делал такой американский еще такие. Нет, это уже вложено, 73 уже это в товаре, это уже нет. это прошло по статистике инвестиции, то есть инвестиции вложением в основные средства производства. на самом деле он не должен потратить на сегодняшний день вот именно 73 триллиона. Что происходит с амортизацией? Пример этот, станок служит 10 лет, стоит миллион рублей, значит 100 тысяч капиталист должен откладывать куда-то, откладывать на свои счета, в амортизационный фонд, он может лезть на отдельном счете, на депозитном счете, на расчетном счете или в банке, не важно, он не должен их тратить. Он когда их должен потратить? Ну, если он так не торопит, через 10 лет, а если он хочет ускоренного развития, есть понятие ускоренная амортизация, может, через 5 лет, но в любом случае, из этих денег часть должна лежать здесь на счетах. В 11 лет вообще все должно уже поменяться. А в 2 периода вы все время берете 14 лет по всем показателям и с 2007 года ведут эту статистику. Временной период с 2007 года ведут статистику. Нет. Ну, вот в 2007-2021 год 14 лет и все показатели 14 лет. Да, он должен добавить еще 100 тысяч каждый год, не более того. И вы сами говорите, амортизация не 73, он вложит сразу. Это не 100 тысяч, он 20 тысяч. Так это за 14 лет амортизация. Ну, а ежегодно это будет по 100 тысяч, если здесь миллион брать. А если 73 триллиона, тогда надо на 14 лет разделить. Так это общая сумма. Это общая сумма. Да, если он вам примет. Это 14 лет. Так вы разделите на 14 лет. Это не забавно. Амортизация за 14 лет, прибыль за 14 лет. А за год сколько амортизации? Значит, я могу сказать, они разнательно разделить на 14 лет. Вот, выезде, вы что? Нет, вот смотрите, значит, в прошлом году, в прошлом году, да нет, в прошлом году средство амортизации капиталисты заложили, получили 11,5 триллионов рублей, по памяти. В 21-м году порядка 10 триллионов. Ну, в прошлом году 11,5 триллионов. Это не значит, что они должны их все сразу покрыть. Я уже не говорил, не 73 он сразу удовлетворил. Нет, нули, нули. Я могу сказать, что раз в 10 лет надо все менять. Если меньше, страна будет догравиваться, даже буржуазная страна. А нам догонять, нашей России надо догонять развитые страны. Это менять надо раз в 7 лет. А зачем это нанять, если мы являемся по умолчанию предатком и нами руководят минию абсолютно? Мы же делаем то, что нам мы же как бы нам не управлять в какой-то метрополии. Мы живем-то просто в России. Мы не управляем. Мы управляем в рынок сейчас все. Какая метрополия? Ну, рынок управляет. Рыки, спрос и предложения. Кто их заправляет? Какие есть? Мы не начали с запросом. Встречаем у нас вопрос. Встречаемся опять дому. мне кажется, все ясно. Кто-то работает, кто-то не отнимает в винную долю. Мы чем закончили? Мы закончили? Что сталкиваются две силы, две классовые силы. Какая возьмет? Ну, какая возьмет? Будет перетягивание каната туда и туда. Пока вот сюда. А сегодня задам другой вопрос. А есть еще один вариант? А какой? А вообще зачем нам капиталисты? Зачем рабочие? Не нужно. Вот капиталист, получается, миллиарды, он нанял администрацию, работодателя, которая держит вот так вот. рабочих там и прочее. И вот платят им мизер. А можно и другую ситуацию рассматривать. Пускай рабочие сами наймут администрацию. И вот это все отойдет им, инженерам, и врачам, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А чтобы это произошло, нужно сделать социализм. А чтобы был социализм, надо установить власть, советов, диктатуру брать. А чтобы вот к этому прийти, что нужно делать? Сейчас я закончу. Мы идем отобратно. Кто должен это сделать? Прежде всего рабочие. Рабочие прежде всего фабрично-заводские, в голове струйдащиеся. А чтобы они это должны сделать? Очень простой ответ. Он лежит на поверхности. Они как минимум что? Должны быть. Откуда они появляются рабочие? Кто эти производства организует? Бооружуи, капиталисты. Вот если капиталисты российские будут развивать производство, строить, появится рабочий класс, появится материальная база, которая может совершить переворот капиталистического способа производства? А если они будут уничтожать производство? Почему появится? Она есть реально. 28 миллионов рабочего класса. 20 фабрично заводов, а остальные 8 миллионов. Какому количеству рабочих легче совершить этот переворот? 28 или 56 миллионов? Да не пойдет сейчас никто работает. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Ну конечно это же азы. Они лежат на поверхности. Поэтому кто заинтересован прежде всего в том чтобы развивалась производство. А оно какое? Капиталистическое. Капитализм развивать? Мы не должны развивать. Капитализм должны заводы строить. Капиталисты. Давайте мы работаем. А больше капиталисты еще проверим? Нет. Не так. Это важный вопрос. Значит давайте так. Можно выйти в песке небольшой вопрос задать? Сейчас давайте закончим. Капиталисты строят заводы. Организуют строительство заводов. Понимаете? Ну они что на этих заводах будут делать? Они вот так вот будут высасывать все стойки из-за рабочих. Правильно? Но с другой стороны они льют воду на имеется рабочего класса. Чем больше заводов тем больше рабочий класс. Это единственная материальная сила которая может сделать переворот в капиталистическом способе производства. Вот как бы азы нити. Пожалуйста подходите конечно. Ломать стермо вот синий красный вот я так понимаю что делать рабочему вот по этому чертежу значит то что предложила рабочая партия это сократить рабочий день в результате вот эта часть сократится и объединяясь увеличивать свою заработную плату и тогда хотя бы до этой половины вот дойдет гад 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 правильно вопрос только капиталисты как обрадуются это и обрадуются это и не обрадуются пожалуйста вот касаемо плана сказали что заложено уменьшение населения но это же план буржуазного производства государства вот а для них человека как такового нету для них рабочая сила ну способность человека к труду зашло питать там у нас здоровье вот а полетному плану заложено количество работников которые они себя оставляют оно растет или уменьшается значит в этом плане значит давайте так что такое план совсем короткое даю определение система заданий так обязательно к выполнению план любой план эти задания должны быть вот так взаимоввязаны во всем параметрам в этом едином плане я даже сарказма говорю во первых он никакой не единый во вторых он не план там нету цифр вот этих взаимосвязей на уровне производства нету поэтому это пожелание но я почему обратил на эту цифру ну как вот можно ну говорить о развитии страны и закладывать уменьшение населения удивительно делать а в теоретическом плане я с вами полностью согласен конечно в отношении рабочей силы в моей профессии недавно собираюсь владельцы производства и обсуждали что объема как бы не хватает кадров потому что все иностранцы убежали а у нас здесь как бы немножечко для оборота не хватает новых кадров чтобы они между собой как бы продолжали свою деятельность вот и ну как бы образовывать то надо для работников откуда-то они должны их как-то в странке они могут купить а работников они вот занимаются тем чтобы выращивать да вынуждены да вот жизнь заставляет создавать восстанавливать профессиональные технические училища и прочее прочее нет я это не скажите пожалуйста вот я скажу не крыночного социализма я не сторонник директора и продавая кармана она не оправдала она потерпела поражение сражений с капиталистической частной собственностью и рынком вот вы правильно говорите что нам нужен найм менеджер то есть это называется коллективное рабочее собственность а в такой системе ваше отношение тогда что с рынком делать его оставлять именно отвечаю на ваш вопрос в корне с вами не согласен когда социалистическая экономика отвечала своей сущности она была на голову она была на голову выше капиталистической а где она сейчас а когда а когда ее стали разрушать давайте так я вас молча слушал теперь вы меня послушайте а когда в эту экономику стали внедрять элементы капитализма основной экономический закон капитализма пошел обратный процесс нельзя социалистической экономике вот ну как бы нельзя социалистическую экономику использовать элементы капитализма это получится что разрушение поэтому у нас произошло разрушение социалистической Я вернусь к той картине, которая была, и которая вроде не очень подходит к социалистическому производству. Но у меня видение такое. То есть, если мне рассмотреть, да, это необходимое рабочее время, и это прибавочное рабочее время. Если я живу при социализме, то мне для того, чтобы содержать себя и свою семью из трех человек как минимум, предположим, надо вот такое рабочее время. И если я буду работать на предприятии рабочем, и пусть даже шесть часов, то половину еще рабочего времени я могу потратить на то, чтобы произвести какие-то средства, вернее предметы труда или товары капиталистические. Ну, я пока сейчас скажу, поясню. Но вот эти предметы труда при капитализме, они уходят капиталисту, буржую в карман. А при социализме эти предметы труда, которые бы я произвел как рабочий, они пошли бы на удовлетворение потребностей других членов или трудящихся, которые, допустим, учат моих детей, лечат моих детей, но они этих предметов труда не могут произвести, потому что они занимаются непроизводительным трудом. Ну и плюс еще два часа у меня остается для того, чтобы изучать карксизм и ленинизм. Вы подкинули хорошую идею, можно я ее продолжу? Давайте мы нацистках, вы как бы теоретически пояснили. Значит, в условиях социализма вот этого деления нет. То есть вот все, что создано, оно лежит в обществу. И общество распределяет, куда им нужно. Есть ли они пенсионерам или на сокращение рабочего дня или еще и так далее. Вот это заработная плата. Пускай заработная плата, она такая останется, как сейчас. Но вот это все, то, что сейчас является прибылью, оно тоже будет в распоряжении обществу. И куда можно его направить? Ведь кроме заработной платы были так называемые общественные фонды потребления. Слышали этот термин, да? Это те влага, которые давались бесплатно. Бесплатная необходимость, например, жилье. Вот вы перед собой видите человека, который успел на излете социализма получить бесплатную двухкомнатную квартиру. Вот кто-нибудь из вас получил? А что вы смеетесь? Я получил лодка в деревянной. Вот. А я расскажу, как это было. Я с удовольствием расскажу. Причем это был переходный период от социализма к капитализму. Это уже через пару лет уже был полностью капитализм. И сейчас капитализм наш, российский, занимается тем, что вот эти вот остатки социализма уничтожает. Значит, я в 83-м году после службы армии пришел работать в институт. Меня сразу поставили на очередь, на жилье. Прошло ровно семь лет. Мне звонят и говорят, ваша очередь подошла. Ну, я был в 83-м году один на однокомнатную квартиру. А за это время успел жениться, ребенок появился. Или двукомнатную дали. Это такое яркое впечатление. Меня вызвали в отдел по распределению жилья городской. И сказали, вот смотровые ордера. Знаете, что такое смотровые ордеры? Вот кто-то. И старшее поколение знает, молодое нет. Это такие бумажечки невзрачные, которые давали право посмотреть, выбрать квартиру. Я помню, что у нас было на выбор 3 квартиры. Одна в кирпичном доме, ну, поменьше площади. Метров 47-48. А две в панелях. Ну, мы выбрали в панели 54 квадратных метра. Бесплатно получили. Это был 1989-1990 год. По статистике, которая сейчас, кстати, российская статистика, гуржуазная, она подтверждает, сколько жилья сдавалось. Два миллиона квартир в те годы. Каждый год. Каждый год. Два миллиона. Значит, в этом едином плане, так называемом едином плане, дана статистика, сколько улучшают свои жилищные условия. Вспечатляющая тоже цифра. Три с половиной миллиона и так далее. Ну, а просто в другом, в расшифровке. Ну, они дают честную расшифровку. Сколько бесплатно получают? 30 тысяч. Один процент. Посмотрите этот панель. Очень любопытно. Остальные каким путем? По всякому принципу. Покупают. Да, вот такую вот петлю вешают, да, вот туда вот. Им так дрожат. В другом случае, инвестиции просто люди покупают, которые есть деньги в расчете на то, чтобы продолжать дальше. Ну, это я так к слову сказал. А вот давайте посмотрим, что было у предсоциализма. В части распределения. Скажет, эта зарплата небольшая. Ну, вот в 21-м году прибыль капиталистов составила 31,3 триллиона рублей. Воловая или чистая? Воловая или чистая? Воловая. С амортизацией? Нет. Прибыли никакой амортизации нет. Амортизация уже в год. Она в других. Она в других. Властей на национальных счетах есть воловая прибыль экономики. Есть чистая прибыль экономики. Это прибыль. С тема счетов со мной. Национальных счетов. По буржуазной. По буржуазной. А мы по марксу. Вот это прибыль, которую получили. Давайте закончим. Давайте закончим. Это прибыль, которую получают капиталисты. Никакой амортизации здесь нет. Очень чистая. Здесь нет налога на прибыль, но налог на прибыль, повторюсь. Это часть прибыли, которую неждальные капиталисты отправляют в свой общий котел капиталистический. Поэтому будем брать 31-30. Ну, что можно было, что вы сделали на месте, скажем, советского государства? Ну, надо развиваться. Вот я бы, например, половину прибыли, ну, скажем, 15 триллионов, да, отправил бы на развитие производства. Сразу. Сразу 15. Значит, здесь наиболее продвинутые буржуазные деятели говорят нам 10 триллионов, это вот мечта. Вот, правда, мечта. А здесь сразу сходу, без других источников. Это собственные источники, а есть еще кредиты банков, заемные, это вообще. Ну, так и важно. Значит, куда можно направить 16 миллионов? 16 триллионов. Я буду округлять. Вот так. Ну, это все, не какие-то остальных вопросов. Ну, давайте так. Значит, есть ли в советские годы 2 миллиона квартир? И большая часть распределялась бесплатно. Это я вам гарантирую. А сейчас 30 тысяч, то есть ничтожные, ноль, считайте. Ну, надо решать жилищную проблему? Надо. Ну, давайте посчитаем. Есть такие нормативные, нормативная стоимость квадратного метра жилья. При строительстве нового жилья. Она разница, вы можете зайти в интернет, посмотреть. В Москве это 111 тысяч квадратный метр. У нас в Санкт-Петербурге 75 тысяч. Самая маленькая, Кабардино-Балкария, 21 тысяча. 30 тысяч, Кострома и так далее. Давайте возьмем наш город. 75 тысяч. Какая квартира минимальная должна быть? В первом городе? В комнате. 80 метров хватит? Ну, давайте. 80 метров. Умножаем на 75 тысяч. Вот сколько получается? 6 миллионов, правильно? Вот. 6 миллионов рублей. Стоимость одной квартиры. Стоимость. Значит, если государство решило построить и дать бесплатно квартиры одному миллион семей. Это 5 миллионов, что-то много. Сколько нужно потратить? 6 миллионов. Ну, почему 6 триллионов? 6. Вот из этих 16, да? 6 триллионов уйдет на жилье. Это жилье, как и на жилье. Вот смотрите. То есть сейчас в стране у нас прибыли хватает. 6 триллионов рублей на 1 миллион квартир. А, для 6 миллионов, когда они будут. 1 миллион квартир. Правильно посчитал, да? Да. То есть прибыли, полученные в 21-м году, в 22-м году, еще нет. Хватило бы, чтобы построить как минимум 1 миллион квартир. И потратить всего 6 триллионов. И обеспечить, ну, если мы берем семья, муж, жена, трое детей, 5 миллионов человек. Я думаю, что за 10 лет, наверное, бы остроту и жильественные проблемы 100% сняли. А еще сколько остается? 10. 10 миллионов. Ну, это все нереально, потому что война началась. Специальная военная операция. Все нереально. Мы пока берем, естественно, вот эти деньги, уважаемые, они реальны. Другое дело, что их уже нет, понятно, нигде. Мы пока берем, что если бы у нас был социализм, и было бы Советское государство, вот так бы денежки распределялись. Ну, война, понятное дело, великая здесь, на война тоже была, пришлось бы отдать. Ну вот, для сравнения, значит, я взял цифры государственного бюджета, она 23-й год. На социалку отправили 7,3 триллиона, на здравоохранение 1,5 триллиона рублей, и на образование 1,4 триллиона. И сколько получается? Раз 10. Как раз получается 10 триллионов. Ну, это в бюджете заложено, о том, что там уже. И еще есть три триллиона. То есть, можно было бы сразу, в два раза увеличить расходы на социалку, на социальные нужды на образование здравоохранения. За один год. Вот, пожалуйста. А вот, если мы, допустим, вложим производство, да? В следующем году у нас бюджет еще должен быть был. Конечно, конечно. Там идет геометрическая прогрессия, или как это называется? Мультипликационный эффект. Линьки. Вот, пожалуйста, на цифрах. Это еще не значит, что мы каждый 10 лет будем по 1 миллиону. Мы еще, например, первый миллион, следующий миллион – два. Ну, конечно, конечно, конечно. Если предполагать, что общество развивающееся, так оно и будет. Это пример одного года. Смотрите, вот два соображения. Например, если взять такое условное статистическое государство, как Швеция, а там какое распределение? Там не социализм. Значит, там не социализм, а там капитализм. Нет, это понятно. Это другое дело. Нет, я цифр не знаю. Я могу сказать следующее, что общественные фонды потребления в таком названии или в другом есть практически во всех странах, особенно так называемых развитых. Только функции выполняются разными. Там функция сглаживания классовых противоречий. Вполне возможно, что там нет такого большого, так сказать, расслоения классового. Возможно, дают пособие, безработицы, там еще прочее, прочее, прочее. Да, и еще такой, такой вот. Я закончу. Мы проводили расчеты. Вот сейчас иногда бывает дискуссии встречать, не дискуссии, а попытки сравнить, вот как жили при социализме, и сейчас живут. Я не беру вопрос, скажем, 90-й год, когда я получил квартиру, это был уже год, когда мы социализм укатились на всех парах. Это был переходный период от коммунизма, капитализма уже, и так далее. Но это отдельный разговор. Попытки сравнить. А что берут-то? Берут заработную плату. Вот это вот берут. А то, что у нас были общественные фонды потребления, и по нашим расчетам, доля общественных фондов потребления, так сказать, в совокупном доходе семьи, была более 50%, это как-то скромно умалчивает. Конечно, если сейчас взять заработную плату, сколько получались в те годы, там, 70-80-е годы, взять сейчас, посмотреть цены, когда были, тогда, тогда, сравнить, и получается, вроде-ка, сейчас хорошо. Но сейчас нужно квартиры покупать. Еще 30 лет прошло. Еще и 30 лет прошло. А тогда давай образование. Я учился, я ничего не платил. Получил стипендию 40 рублей. Значит, за общежитие я платил где-то рубль в год. То есть вообще чисто, символически. Но сейчас это невозможно, правильно? Вот тогда это было все. Поэтому надо учитывать, это и попутное замечание делают. Если сравнивать, как бы, доходы материальные, так сказать, в годы СССР и сейчас, то надо учитывать однозначно общественные фонды потребления. Они так это. Дело зависит, что их нет. Вот сейчас их точно нет. Но вот эта цифра, 30 тысяч, кто получает бесплатно, конечно, впечатляет. Алик Иванович, вот такое соображение о том, согласятся ли капиталисты на какое-либо изменение каких-то пропорций. Нет, не согласятся. Я продолжаю. Смотрите, у нас дружеское государство, и вот эти 20% налог на прибыль все равно это совокупный доход буржуазии, вот у нас дружеское государство. С точки зрения дружеского государства, как вот не так давно в Англии пришел такой проект какой-то, о том, что те люди, которые недовольны существующим порядком, приравниваются к террористам. Аналогично законодательный свод, что если человек недовольный своей зарплатой, террорист расстрелит. Может быть. Может ли до этого дойдем? Пока, но слава Богу, демократия. Вот нам позволяют здесь заниматься и эту краму уговорить. Так, вопросы давайте. Если возникнет какой-то вопрос, просто это можно очень мощно подавить. Да, могут. Насколько возможно сократить рабочий день? Значит, я показывал на прошлом занятии книгу под редакцией доктора экономических наук, профессора Александра Владимировича Золотова. Да, там экономическое основание, сокращение рабочего дня. Так вот, по его расчетам можно сократить безболезненно рабочий день с сохранением нынешнего уровня заработной платы до 6 часов. Это максимально? Нет. Безболезненно. Как бы. Давайте порассуждаем даже. У него там большие таблицы, расчеты. Я рекомендую почитать эту книжку, она еще в интернете. Значит, сто с лишним лет назад явочным порядком, ну, прежде всего, рабочие на российских предприятиях устанавливали 8-часовой рабочий день. Затем свершилась революция и уже новая власть декретом ввела один из первых декретов 8-часовой рабочий день. Царской России сколько было? 11,5. Правильно? 11,5. И после этого во всех странах и Европы, и за океаном были вынуждены капиталисты, ну, и, так сказать, представляющие, защищающие интересы правительства установить 8-часовой рабочий день. Что-нибудь стряслось? Нет, никто не разорился там. И, так сказать, в массе из-за этого. Наоборот, вроде как и капитализм. Сейчас я закончу, продолжался. Сколько прошло с тех пор? 100 лет. Производительность труда, на основе только которой, на росте которой можно вот эти действия осуществлять, она выросла многократно. Рабочий день сколько у нас? Официальный такой же день. Поэтому 6 часов – это вот такая цифра, которая не затронет каких-то, караул не закричат капиталистов. Ну, вот мы смотрели, ну, 7 часов, мы, по-моему, даже писали, ну, сократим на 2 часа, и мы 5 останемся. Так ведь? Да. 1 к 5, ты был колоссальный. А вот вопрос был у вас тут. А у взрослого вот эти расчеты, они с расчетом реальной заработной платы, ну, стоимости рабочей силы, или... Нет, фактически, конечно. Конечно, фактически. Ну, то есть, меньше, чем стоимость? Конечно. Я думаю, что да. А если я ее сделал такой же, то насколько это день может сходить? Ну, то есть, если я ее сделал соответственно... Вот это все теоретические измышления. На самом деле, ну, вот как вот можно поднять уровень заработной платы на каком-то предприятии до уровня стоимости рабочей силы? Только коллективной борьбой, коллективными действиями. Капиталист добровольно пойдет на это? Нет. Нет. Но его заставить могут только. Вот только вот этими угрозой того, что его снесут. Значит, и тогда он что будет? У капиталистов остается один путь. Какой? Повышать производительность труда. За счет машин и механизмов. Повышать производительность труда. А за счет роста производительности труда, ну, кажется, жизнь покажет. Я проводил у нас единичные примеры по стране. Это вот один из немногих коллективных договоров. Это Владивостокский морской торговый порт, где в коллективном договоре было предусмотрено два пункта. Первый пункт – это индексация заработной платы на темп инфляции. Но это тут только догнать то, что отняли. И второе – вот этот рост производительности труда, который капиталист вынужден организовывать, поделить как бы. И там был пункт, по-моему, 5%. Повышение достигнутого за счет роста производительности труда, если не ошибаюсь. Но это тяжелый, длительный путь, но он возможен, и он вообще единственный. Социализм покатился в сторону капитализма с временем Хрущева, ну, например, Сергея Жена, когда перевели основные производства на саму память, ввели закон стоимости, прибыли. Если коротко, это, как говорится, отдельная большая тема, вы обязательно будете здесь изучать. Значит, и капитализм, и социализм – это общественно-экономическая формация. Это базис и надстройка. Мы с вами рассматриваем вот сейчас в рамках этих двух занятий базис, то есть экономические отношения. А есть еще политическая надстройка. Так вот, политическая надстройка была, ну, как бы так, уничтожена. И вместо диктатуры пролетариат установили фактически диктатуру Буржуазии в 61-м году, на 22-м съезде партии. Это политическая надстройка. И тогда взялись за экономику. А по экономике нанесли удар в 65-м году, когда социалистическое непосредственно общественное производство стали внедрять элементы товарности. Главное сделали – прибыль, рентабельность. Показать, какие-то… В 61-м году правящая партия какая была? Коммунистическая. КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза, сокращенная КПСС. Она руководствовала своей программой. Программа – это основной документ партии, в соответствии которым партия, как правящая, действует через государственные органы и проявляет необходимые изменения в обществе и в экономике. В 61-м году из программы партии выкинули положение о диктатуре пролетариата и ввели положение о диктатуре буржуазии под названием «Общенародное государство». И еще много чего там сделали. Убрали руководящую роль рабочего класса. Там же прописали пунктик шире, используя там на денежные отношения, то есть капиталистические. А основания какие-то? Потому что в партии, так сказать, в обществе победил ревизионизм. То есть ревизионизм – это течение внутри марксизма, противоположное марксизму. Это интереснейший, важнейший вопрос. Вообще социализм… Вот мы должны все в обществе, так сказать, рассматривать как? С точки зрения развития противоположностей. И социализм не такой же однородный, красивый общественный, такая прямая дорожка к полному коммунизму. Нет? Социализм – это что такое? Это лестница, которая… Нет, это тоже образно, не совсем правильно. Это коммунизм в первой фасе. То есть тот коммунизм, который внутри себя несет отрицание себя, связанное с выхождением с капитализма. Да, образные выражения у Маркса и у Ленина – это родимые пятна, отпечатки, следы. Вот противоположность. И вот борьба одного с другим. И что? Автоматически одна сторона позитивно победит, вторую нет? Какие-то основания, ну, обоснования вот этого изменения экономики? То, что сделал Хрущев, вот читайте эту литературу, вы там увидите, что все, диктатура пролетариата и сжила себя. На место наступить общенародное государство. Общенародного государства не бывает. Либо то, либо другое. Вот так постепенно, шаг за шагом они уничтожали социализм. А в 65-м году приступили к экономике. А в конце, точнее, в начале 90-х годов завершили. То есть приватизация начала 90-х годов – это завершение капитализации в СССР. Когда же юридически признали за конкретными людьми вот кусочки бывшей общественной собственности? Федер Иванович, ну, частная собственность не появилась тогда, и рынка, средств производства не было. Земля невозможно было. Был коллективный капиталист. Такой же комплекс капитализма. Был коллективный капиталист. Был коллективный капиталист. Частная собственность отсутствовала. Отсутствовала. Какой капитализм? Рассказываю. Ирисов, средства производства не было. Вот у Фридриха Энгельса есть в антидюринге замечательное место, где он пишет, вводит понятие совокупного капиталиста. Да, это совсем не было. Но спорти с Фридрихом Энгельсом. Это буржуазное государство. Так вот, государство, которое поменял свою сущность после 61-го года, и стало, это часть общества. Это часть общества, а не все общества. Оно стало частью общества и стало направлять к экономику в интересах, это часть общества. А часть, значит, какая? Частная. Признаки капитализма в чём состоят, уважаемый Виктор Иванович? Наличие частной собственности и рынка, всеобщего рынка. И, прежде всего, рынка, средства, производство. И начался, рассказываю, начался переходный период. По ним. Отвечаю на ваш вопрос. Надо смотреть же в динамике, в развитии. Начался переходный период от коммунизма, капитализма. Чем он характеризуется? Борьбой кусочков того и другого. Переходный период, ставший капитализм, это начало 90-х. Вот тебе юридически оформленные кусочки частной собственности и всё прочее, прочее, прочее. А переходный период, это вот такое движение. От коммунизма, от которого уходит капитализм. Не было. Мы, допустим, произвели сколько товаров за 8 часов. Потом производительность увеличился в 2 раза, значит, мы за 8 часов уже можем в 2 раза больше привезти, так? Да. Мы можем сократить рабочий день на 4 часа и производить столько, сколько производительность. И так и бесконечности можно? Конечно. Правда, полчаса в день не работать, и производить столько, сколько мы... Препятствий научно-технического прогресса нет. А можно ещё вопрос? Да. Вот вы сказали, что общенародного государства быть не может. А как тогда можно бороться за повышение благосостояния всех граждан? Надо же бороться за повышение благосостояния некапиталистов, которые остались как момент противостоящей рабочей. Если у нас есть рабочие капиталисты, но капиталисты уже как такой, это чуждый элемент, за их благосостояние не нужно бороться? Немного церкви очень. Значит, в условиях социализма капиталистов нет, в принципе. Как капиталистов? А если есть бывшие капиталисты? Ну, если этот бывший капиталист пошёл работать, либо рабочим на завод, либо бухгалтером, либо там ИТРовцем, ещё кем-то угодно, ради бога, и честно работает и за его интересы, ну, уже как трудящегося надо бороться за коренные интересы, вот, которые выражаются, в том числе и в этом. Так вот я вам рассказываю, да, начался переходный период, вот такие переходные этапы. Значит, была поменена сущность государства. Государство стало формально общенародным, а по сути диктатурой буржуазии. Есть понятие совокупный капиталист. То есть, вот отдельных капиталистов нет. Они появились в начале 90-х годов, когда юридически, повторяю, кусочки бывшей общественной собственности закрепили юридически за конкретными лицами. Фамилии вы их знаете, да? А было государство, которое поменяло свою сущность и стало действовать на том, чтобы уничтожать коммунистическое и двигаться к капитализму. Буржуазное государство было, как совокупный капиталист. В экономике это реформа 65-го года. Значит, посмотрите, что было до этого главного в экономике? Это цель, понятно. Она выражалась в определенных системах управления, методах управления. Вот, скажем, возьму один из элементов, показатели были. Это производство продукции в натуральном выражении. Понятно нужно, сколько нам продуктов питания, сколько одежды, такой-сякой и так далее, сколько жилья и так далее. Второе. Снижение затрат. Вот, чтобы увеличивать, сокращать рабочий день, увеличить свободное время, что нужно делать? Снижать затраты. Поэтому важнейшим показателем было снижение себестоимости. Снижение, вот обращаю ваше внимание, снижение затрат. И на это ориентировались все и предприятия, и отдельные трудящиеся. Что вместо этого в 65-м году ввели? Прибыль. Раз. И рентабельность. Два. И стоимосной объем. Рентабельность – это что такое? Это показатель производной от прибыли. Прибыльность. А вот давайте прибыль. Рассказываем в теоретическом плане. Что такое прибыль? Даю научное вам понятие. Это превращенная в форму прибавочной стоимости. Да, выступающая как порождение всего авансированного капитала. На той стороне было написано. Обращаю ваше внимание, упор делаю. Это форма прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость – это что такое? Это часть затрат труда рабочего. Поэтому ориентация на увеличение прибыли… Говорят, делай больше прибыли. Что означает? Больше затрат труда рабочего. Вот, все поменяли. Снова поставили на голову. Если было до экономической реформы, 50-е годы, 40-е годы, снижение затрат труда и соответствующие результаты. Либо снижение цен, либо сокращение рабочего дня и так далее. То есть здесь стало увеличение затрат труда. Вот там теоретическое обоснование. И все сыпанулось. И все поехало. Сначала застой, а потом негатив. А потом подошли и сказали, товарищи, нам до конца все раздать юридическую форму, частную собственность, вести такие-то загоны, все будет хорошо. Григорьевич, получается, экономические реформы, они, понятное дело, не правильные. То, что вычеркнули территорию про литериат, разве это нелогично? По-моему, Макса про литериат уже… Это было логично, это было логично для тех, кто собирался уничтожить социализм. И именно с этого надо было начинать. Про литериат как палач капиталистов. Если капиталистов уже нет, то диктатура про литериата как-то рабочего оставит над деятельной культурой и прочими. Я не знаю, такого Маркса не нашел. Вы читаете дальше Ленина, как продолжателя дела Маркса. Диктатура про литериата до полного коммунизма. А вот на мое соображение, смотрите, даже просто сокращение рабочего дня, оно само по себе, вот само по себе сокращение рабочего дня автоматически дает повышение производства труда. За счет того, что человек больше отдыхает, он может… Да, есть такие… Он может, допустим, если у меня 4 часа, я могу и в 5 утра работать, то есть я могу собраться, могу перестроиться, и поэтому отдачи от человека гораздо больше. Поэтому, как говорят, что и капиталисты работают на цикле… В ряде стран… Для увеличения… Да, в ряде стран Западной Европы проводились эксперименты по сокращению рабочего дня, и один из положительных эффектов тот, о котором вы сказали. Вот так даже просто сокращать и необходимо для того, чтобы просто… Да. Для капиталистов это необходимо, чтобы просто нас лучше эксплуатировать, мы будем просто лучше эксплуатировать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова